Де-факто на телеканале Беларусь4 в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Мозыре молодой человек преследовал пятиклассницу. Камеры видеонаблюдения установили, как парень следовал за школьницей в районе ресторана Терем. Затем он зашел с ней в подъезд дома. В лифте начал вести себя неадекватно, чем напугал ребенка. К счастью, двери лифта не успели закрыться, и девочка вовремя из него выскочила. После того, как она рассказала о случившемся родителям, те обратились в милицию. Благодаря материалам с камер наблюдения молодого человека нашли в кратчайшие сроки. Проводится проверка. Продолжаются поиски двух мужчин, жителей деревни Снядин Петриковского района, которые 31 января провалились под лед, переходя реку Припять. В поисках участвуют спасатели МЧС и маневрена поисковая группа Гомельской областной организации «Освод». Специалистов обеспечили дополнительной техникой и оборудованием. Напомним, около паромной переправы мужчины переходили реку Припять, следуя домой. Автомобильным транспортом пришлось бы объезжать более 100 километров. Предполагается, что они вышли на тонкий лед, который подмыло с обратной стороны и вместе провалились в воду. Поиски не прекращаются ни на минуту. Глубина в реке на этом участке достигает 12 метров. Работы усложняются из-за тонкого льда и быстрого течения. Группировка спасателей постоянно усиливается. В настоящее время из Минска выдвигается группа водолазов республиканского отряда спецназначения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Четвертый день продолжаются поисковые работы. При проведении работы используется аэролодка «Пирания». Не утихают поисковые работы и в Речицком районе. На старом русле реки Днепр, около деревни Красный мост, под лед провалился рыбак. Водолазы нашли его вещи, однако тело до сих пор не обнаружено. ДТП в Гомельском районе. Снова наезд на пешехода. 50-летний водитель автомобиля «Пежо 806» двигался по дороге подъезд к городу Гомель от автодороги М10. На 32-м километре он сбил 43-летнего мужчину, переходившего проезжую часть, по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами потерпевшего доставили в областную больницу. После оказания помощи его отпустили домой. Госавтоинспекция в очередной раз обращается к водителям при проезде пешеходных переходов. Необходимо быть максимально внимательным и сосредоточенным. Не забывать, что на пешеходном переходе преимущество имеет пешеход, и вы обязаны его предоставить. Пешеходам также не стоит забывать о том, что прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода, а именно посмотреть по сторонам и убедиться в том, что водители остановились и предоставляют вам преимущество в движении. В Гомельском районе похитили 16 тонн зерна на сумму почти 5000 рублей. Сотрудники ОБЭБ Гомельского ОВД выявили факт кражи, а также установили личности преступников. Ими оказались тракторист и водитель комбайна, работники местного агрокомбината. Обоим 33 года. Один намолачивал урожай, второй увозил его в заранее подготовленное место. Продавали зерно знакомому предпринимателю. Ущерб, причиненный государству, оценивается почти в 184 базовой величины. ОВД администрации Центрального района Гомеля устанавливает личность мужчины. Вечером 17 января в кафе по улице Рогачевской он нанес телесное повреждение другому гражданину. Если вы узнали мужчину или владеете какой-либо информацией по данному факту, просим сообщить по телефонам, указанным на экране. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова